Тело уроженки Кировочепецка Марии Подлевских, которая погибла в авиакатастрофе в Египте, до сих пор не найдено. Подробности далее эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Власти региона перечислят личные средства в фонд борьбы с лейкемией. А на днях представители правительства области в очередной раз стали донорами. По закону всем, кто сдает кровь, предлагается денежная компенсация в размере 497 рублей. Все деньги кировские чиновники направили на благотворительность. Тело уроженки Кировочепецка Марии Подлевских, которая погибла в авиакатастрофе в Египте, до сих пор не найдено. Об этом сообщает портал «Город Че». На сегодняшний день не найдены останки еще шести жертв крушения лайнера. Борт авиакомпании «Когалымавия» разбился 31 октября над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека. Из-за ралли «Вятка» отменят автобусы в Сидоровку. Гонка начнется 19 декабря в 8 часов утра. Движение транспорта от улицы Порошенской и до поселка будет полностью перекрыто. В связи с этим отменяются два автобуса из Кирова в Сидоровку отправлением в 7.20 и 9 утра, а также два рейса из поселка в 8.20 и 10 утра. В Кирове пройдет парад мастериц. В понедельник, 21 декабря, всех, кто хочет научиться вязать крючком и освоить технику лоскутного шитья, ждут с 10 до 14 часов в Центре национальных культур библиотеки номер 3. Продолжение следует... Продолжение следует...